Всем привет, меня зовут Маша, сегодня у нас тут очень яркое солнце, я надеюсь, что звук в этот раз никуда не уедет. И в этом видео я хочу поговорить с вами о библиотерапии. У меня недавно был опыт, об этом, обо всем я расскажу. Мне показалось, что это довольно интересная тема для книжного канала, тем более, что не все люди вообще знают, что такая штука существует и как она работает. И я надеюсь, что видео будет для вас полезным. С библиотерапией я сталкивалась как пациент-терапевта, как библиотекарь и как книжник, наверное, так. Но близко к ней не приближалась. Я просто знала, что эта штука есть. Я не раз ловила себя на том, что в зависимости от моего состояния меня тянет на какие-то книги и определенный тип историй помогает мне преодолеть проблемы, которые у меня могут возникать. Но я никогда близко не приближалась к этой теме, не потому что я считаю, что это неправильно или что-то еще, у меня просто не было повода это покопать. Впервые термин я услышала, когда столкнулась с книгой, которая называется «Книга как лекарство». Вот так вот она выглядит, она выходила довольно давно и уже, по-моему, пару раз переиздавалась. По крайней мере, я регулярно вижу, что она где-нибудь обязательно появляется. Ее же авторы впоследствии выпустили другую штуку, которая называется «Книга как лекарство для детей». Это уже не... ну, из названия понятно, про что здесь пойдет речь. Обе книги выстроены не как, как бы это сказать, не как исследования, и они, в принципе, не являются исследованиями по терапевтическому эффекту книг. Это справочники, рассчитанные на широкий круг читателей, и в первую очередь на читателей, а не на специалистов, наверное, так. Они написаны библиотерапевтами, и получается, что это такой справочник по каким-то симптомам, синдромам, кейсам, и предложенные для решения этих кейсов решения. Взрослые, соответственно, решают какие-то взрослые проблемы, детская направлена в том числе на воспитание. По ней я просто делала обзор для своей работы, и я листала ее, я не читала их целиком, и мне, в принципе, кажется, что такие вещи, их обычно не читают от корки до корки, их читают по запросу. Когда я готовила обзор книги «Как лекарство для детей», я ее изучала, и я видела, какие там интересные есть моменты от каких-то ситуаций жизненных, которые могут возникнуть, вроде развода родителей или рождения ребенка второго, до всяких мелких и не очень проблем, то, что ребенок ругается матом, ребенок не хочет есть какой-то конкретный продукт, и все вот такое вот. Что мне еще понравилось именно в этих изданиях, их переводчики и русский издатель, он немного подкорректировал список, ну, в небольшой степени, потому что, понятное дело, что книги писались за рубежом, и в ту же детскую не попали многие книги из нашего русского детского канона, поэтому при переводе, при работе над переводом и с авторами оригинального текста, какие-то интересные книги именно из русского канона были добавлены в дополнение к тем книгам, которые упоминают авторы. Здесь нужно понимать, что многие из вещей, на которые в таких вещах ссылаются, они на русский просто могут быть не переведены, или могут не соответствовать, я бы сказала, нашему культурному коду, и работать немного не так. Я уже довольно давно читаю замечательный канал, который называется «Чтение и терапия», и перед тем, как снимать это видео, я прочитала статью его создательницы о том, что же это за явление, насколько оно, в принципе, распространено и какие есть на него взгляды. Библиотерапия — это психологическое воздействие на человека с помощью определенной подборки книг. Подборка составляется специалистам по запросу после консультации с тем, кому эта подборка нужна. И обычно библиотерапия системна, потому что ты не просто берешь книгу и читаешь, это то, что мы называем рекомендацией в моей сфере. С этой книгой действительно работают, над ней рефлексируют, ее обсуждают. Оказывается, что взгляд на чтение как лечение, он очень старый, и еще в 1830-х годах в России был исследователь, который рассматривал возможность лечить некоторые синдромы чтением определенных книг. Это очень интересный факт, я не знала, мне казалось, что такая штука могла возникнуть только при определенном уровне развития психологии, а психология наука довольно молодая. И используется метод не как что-то самостоятельное, а как некое дополнение в психотерапии, в педагогике, и иногда в терапии не психо, а в смысле, когда лечатся какие-то определенные болезни. Книги действительно часто нас меняют, заставляют иначе смотреть на какие-то вещи, и я не люблю говорить про то, что в каждой книге должна быть какая-то мораль, но, согласитесь, мы часто склоняемся к выбору определенных историй, которые нам нужны. В зависимости от того, какие темы поднимаются в книгах, какие там действуют герои, какие там решаются проблемы, у нас может появляться интерес или, наоборот, исчезать. Потому что если ты сопоставляешь себя с героем и читаешь о том, что тебе близко, даже, может быть, не на уровне сюжета и конкретики, а на уровне какой-то внутренней проблемы, то ты читаешь это с большим интересом, и это действительно производит на тебя какой-то эффект. Ну и напоминаю, что еще древние греки считали, что катарсис — это самое главное, что мы должны получить от искусства, а чтение книг, оно в том числе рассчитывает на катарсис. Библиотерапия используется при каких-то сложных ситуациях жизненных, когда человеку нужно их преодолеть, и чтение дает ему возможность дополнить свой личный опыт. И мне здесь вспоминается совершенно чудовищная книга Патрика Несса «Голос монстра». Это книга про то, как мальчик-подросток принимает смертельную болезнь своей матери. Эта книга, которую я читала и рыдала просто вот, все эти 250, наверное, страниц, которые в ней были, это действительно чудовищно, но при этом она невероятно крута. Понятное дело, что когда мы говорим про детские книги и подростковые книги, здесь у нас есть определенное, ну я бы не назвала это морализаторством, но обычно такие вещи пишутся с идеей и с какой-то конкретной проблемой, и с очень большим контролем тех моральных выводов, которые из этой проблемы можно сделать. Книги взрослые очень сильно отличаются, и многие произведения, естественно, могут трактоваться очень разными способами. Каждый человек вытащит из них что-то определенное, что-то близкое для себя. Так что это немножечко два разных подхода. В общем, вот такая вот штука существует, она есть, она работает, ей пользуются. У нее даже есть доказанный эффект, к примеру, увлечение преддепрессивных состояний и даже депрессии с помощью книг. При этом в библиотерапии используется не только художественная литература, но и научно-популярная. И я, кстати, не знала об этом, мне казалось, что, ну это такое, знаете, ну как я обычно говорю, что я там читаю какие-то определенные вещи, жанры, потому что я чувствую некий терапевтический эффект. Оказывается, нет, оказывается, есть книги, которые работают как способ научиться самопомощи, и здесь, опять же, можно, наверное, вытащить как пример планету нервных Хейга. Я читала ее в прошлом году, как раз во время пандемии. Это книга про тревожное расстройство, которая, ну, довольно жесткая, но она дает варианты того, как справиться с собственной тревожностью, она разбирает определенные ситуации, которые возникают у людей с тревожным расстройством, и лично для меня она в этом плане была очень полезна. Еще интересная фишка, которая мне тоже понравилась, я ее вычитала где-то в статьях в интернете, оказывается, что одна из практик в библиотерапии — это анализ сказочных сюжетов, когда с помощью того, как человек понимает некоторые истории, сказки, сюжеты, можно понять, есть ли у этого человека склонность к каким-то состояниям. Тоже, как мне кажется, очень интересно. И я пожалела, что я пишу диплом не по библиотерапии. Надо было брать эту тему, тут видно, что меня с этого как-то вперло. И я обещала рассказать вам про свой личный опыт, так что погнали. Еще до Нового года мне написала Настя Степанова, она моя подписчица, то есть примерно знает, что я такое, что я читаю, и предложила провести консультацию из взаимного интереса. Мне эта идея очень понравилась, потому что, во-первых, у меня такого опыта нет, я работала только с психотерапевтом, и мне показалось, что это будет интересно и для меня, и для того, чтобы рассказать, как это вообще происходит. Так что считайте, что ради вас я отправилась на эксперимент, и мне очень понравилось. Работа состояла из двух этапов. Во-первых, мы сначала говорили. Мы проговорили примерно, ну, наверное, часа полтора, и несмотря на то, что я была очень замученная после работы, консультация прошла хорошо. Настя хороший собеседник, у нее был список вопросов ко мне, мне приходилось на эти вопросы отвечать, и касались они очень разных вещей, начиная от каких-то жалоб на симптомы, и тоже тревожности, или чего-то еще, заканчивая попыткой описать саму себя, что для меня очень сложно, и, естественно, вопросами по тому, что я люблю читать, что я не люблю читать, что я уже читала. Здесь появляется очень интересный момент, я бы сказала даже сложный, потому что я очень читающий человек, как вы можете понять. У нас под конец родилась идея просто посмотреть, сколько книг из списка, которые Настя мне в итоге предложит, я уже успела прочитать, потому что есть определенная статистика. Понятное дело, что ты никогда не можешь предугадать, читал человек это или не читал. Ты можешь сделать предположение, нравится ему это или не нравится, потому что вопросы, которые мне задавали, они довольно-таки хорошо работали с выявлением читательских предпочтений, и, в принципе, читательского опыта, но ты реально никогда не скажешь, а вдруг человек это читал. И там будет в списке, я вам сейчас его зачитаю, один момент, который реально нельзя было предположить, что я с этим знакома. Это слишком большое поле для угадывания, и плюс ко всему бывает такое, что ты там 10-15 лет назад прочитал какую-то книжку, ты вообще про нее забыл, то есть ты ее в каком-то своем повседневном мире не вспоминаешь, но ты ее прочитал. И когда тебе выдают список с ней, ты такой, опа, на, что ты знакома, что ты знакома, я это читал. И понятное дело, что от библиотерапевта здесь требуется очень большой уровень эрудиции и большой уровень начитанностей, и, наверное, как от филолога, библиотекаря и, в принципе, любого книжника, это вопрос не того, что ты прочитал все эти книги, а вопрос умения анализировать, вопрос понимания контекста существования этих произведений и того, что пишут о них, то есть как рассуждать о книгах, которые вы не читали. Еще одна профессия, где это искусство невероятно нужно. Сейчас, наверное, кто-то обязательно в комментариях напишет, типа, как так, советовать книги, которые ты не читал. Ну, ребят, мы не можем прочитать все книги в мире, их слишком много. Даже канон мы не всегда успеваем прочитать. Я считаю, что это просто вариант нарциссического искажения, что специалист-книжник должен прочитать все книги мира. Это невозможно. Не надо этому верить, не надо так думать и не надо от себя этого требовать. В общем, мы поговорили, вытащили какие-то проблематичные штуки, которые у меня есть, и через несколько дней Настя скинула мне список из семи книг, которые должны эти проблемы решать. С короткими рекомендациями, как это все дело применять. Короче, я вам сейчас озвучу и скажу, что из этого я знала, что из этого не знала. Статистика, как мне кажется, вполне себе хорошая, и меня это порадовало. Джейн Стивенс, «Горшок золота» — это ирландская литература со сказочными образами. Я ее не читала, но я про нее знаю. И читать ее я собиралась... Ну, знаете, это не тот момент, когда ты такой, я обязательно это прочитаю, вот прям вот железно, я хочу это прочитать, я уже купила себе эту книгу, вот она уже стоит у меня на полке. А это скорее такое, я знаю эту серию, и я хочу это попробовать. И вот, пожалуйста, еще одна причина, зачем это попробовать. Почему эта книга была рекомендована? Потому что у меня есть интерес к Ирландии, потому что у меня есть любовь к сказкам, и потому что книга, может быть, принесет в мою жизнь какие-то позитивные образы. Следующий момент — это вот тот самый случай Шейн Джонс, «Остаемся зимовать». Это сюрреализм. Книга про зиму, холод и людей, которые живут в каком-то волшебном мире, где им приходится с этой зимой взаимодействовать. Я эту книгу читала в одиннадцатом или двенадцатом году. Мне она страшно понравилась. Причем «Остаемся зимовать» — это, по всей видимости, название, которое дали при переводе из-за зафорсившейся строчки, по-моему, из Би-2. Я могу ошибаться. Ну, короче, строчка из какой-то русской роковой песни, которая просто вот-вот страшно зафорсилась. В оригинале книга называется как-то иначе, и это название более четко описывает ее суть. Мне очень понравилось. Я сейчас в упор не вспомню ничего об этой книге, кроме того, что она очень сюрная, она очень красиво написана, и там есть персонаж Февраль, который типа антагонист, который, ну, как сказать, он раскрывается так, что ты понимаешь его мотивации. И она есть у меня на работе, так что я думаю, что я ее попробую перечитать. Потому что свой экземпляр я в свое время подарила подруге, которая как раз обожает такую литературу, и я уже не могла найти для нее еще один экземпляр этой книги, поэтому подарила свой. Энрики Вилла Матас, Мартелби и компания. Это роман, точнее, скорее, сборник эссе о писателях, которые бросили писать. Этого я не читала, но, как вы понимаете, тема вполне себе попадает в список моих интересов. И, кроме того, это книга испанского писателя, так что я учу испанский активно примерно полгода, и это еще одна из причин, почему книжка попала в список. Чарская, вторая Нина. Чарскую я знаю и люблю, и более того, я сейчас хочу для вас снять ролик про нее, потому что там был очень интересный кейс с историей жизни самой писательницы, и с тем, какое место в истории нашей литературы занимают ее книги. Но именно вторую Нину я не читала. Это продолжение Княжны Джавахи. А Княжна Джаваха была одной из моих самых перечитываемых книг в детстве. На минуточку. Это такая типичная для Чарской история. У нее все книги построены на том, как девочка из каких-то странных обстоятельств, иногда экзотических, попадает в женское учебное заведение, там она находит подруг, теряет кого-нибудь и обязательно вырастает прекрасной собой. А вот Княжна Джаваха это про девочку из Грузии, которая попадает в Петербург, потому что она вроде как там то ли отец у нее получил деньги, то ли отец у нее получил титул, и ей нужно получить образование, благородные девицы, потому что это положено ей по статусу. Естественно, она в Петербурге теряется. Вообще, это такая романтичная, девичья история, немножко печальная, потому что у Чарской обязательно в книжках кто-нибудь трагически умрет от чахотки. Это вот железно. Татьяна Хиддельгард, дневник библиотекаря Хиддельгард, это записки библиотекаря Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Она юмористичная, и она про работу, и здесь вообще, по-моему, никаких комментариев не нужно, я однозначно буду ее искать, потому что истории про книжников и про людей, которые работают в книжных и библиотеках, я очень люблю. Я люблю книжный магазинчик Блэка, понятное дело, когда я работала в буквоеде, он буквально держал мою кукуху на месте. Я очень люблю Джен Кэмпбелл и диковинные диалоги в книжных магазинах. Вот это вот все. Пуллман и темные элементы, или темные начала. Я читала эту книгу, и читала я ее, когда она в первый раз выходила в России. Мне было лет, наверное, 13. Это был пик, когда Россия узнала про Гарри Поттера, когда как раз вышел первый фильм про Гарри Поттера, и на волне интереса к Поттеру начали издавать очень много детского зарубежного фэнтези. Понятное дело, что темные начала, тогда их переводили так, тоже тогда издали. Я прочитала Северное сияние, мне страшно понравилось. Это очень моя история по атмосфере. Потом выходили следующие книги, они выходили с небольшим промежутком. Я, честно говоря, не помню, было это тогда в процессе или не было в процессе, но я помню, что мы ждали. К тому моменту, как вышел третий том трилогии, «Интерный телескоп», тогда он так назывался, я не знаю, как его переводят сейчас, мой интерес немножечко угас. Я выросла, и я начала замечать у Пуллмана полемику с христианством, а я тогда была очень категоричная, и мне не понравилось не то, что он полемизирует с религиозными всякими штуками, а то, что он делает, это довольно утрированно, и я помню, что я тогда эту книгу бросила. Мне интересно, как я воспрямую ее сейчас. «Вирджиния Гримальди. Время вновь зажигать звезды» книга о трех женщинах, которые находились в поиске себя, история о том, что всегда есть выход, и что в любой непонятной ситуации можно отправляться в путешествие. Я не читала эту книгу, я, более того, даже не слышала о ней, и, в общем, есть такой вот повод посмотреть. Вот такой вот список. Мне кажется, это интересно, и сами книги подобраны так, что я либо понимаю, для чего они, либо они вообще были у меня когда-то в списке, и мне они нравились, я их читала, и готова перечитать. Ну, кроме последней, потому что я реально с ней не сталкивалась никогда, но мне кажется, что можно на нее посмотреть. И вот она как раз вызывает у меня немного вопросов, потому что от ее описания, что это несколько женщин уже довольно взрослых, за 35, которые решают какие-то жизненные проблемы. И вспоминаю «Апрельскую ведьму» Майгуль Аксельсон, которая похожа на это, если исключить то, что все эти жизни поданы через взгляд главной героини, апрельской ведьмы, девушке, которая прикована к постели, но может вселяться в тела птиц и смотреть на мир их глазами. И я понимаю, что, возможно, у меня будут сложности, потому что как раз «Апрельскую ведьму» я безумно люблю, и в ней есть этот момент ощущения темной стороны мира, а многие довольно терапевтичные, правильные, хорошие тексты про Жизу, скажем так, они этого темного лишены, либо оно слишком утрировано. Но посмотрим, это все равно интересно, тем более, что, судя по всему, книга у нас переиздавалась, и другие книги автора, насколько я могу сейчас посмотреть в Google, сейчас тоже издаются, типа «Аромат счастья сильнее в дождь», вот это вот все, позитивный настрой и так далее. Вот такие вот дела. Я оставлю вам ссылку на аккаунт Насте в Инстаграме, к ней можно обращаться, она практикует, и если вам интересно, вы тоже можете получить ее консультацию. И в описании также будет список книг и те книги, которые я упоминала, то есть книга как лекарство, чтобы вы могли это найти и посмотреть, может быть, вам это пригодится. Мне кажется, на самом деле пригодится. Надеюсь, что видео для вас было полезным, и если у вас был опыт работать с библиотерапевтом, или просто опыт применения книг в случаях, когда ваши внутренние проблемы этого требовало, или книги вам помогали внезапно, пишите об этом в комментариях. У меня, кстати, тоже есть интересный момент. На последнем сеансе с терапевтом мне посоветовали читать рассказы Брэдбери, а у меня очень сложно с Брэдбери, потому что когда-то мне он очень нравился, потому он мне перестал нравиться. И для меня это такой момент, когда мне нужно преодолеть внутреннее сопротивление и пойти читать не его. Мне советовали не то, что у всех на слуху, а именно сборники рассказов. И, в общем, это сложно. Я реально чувствую какое-то внутреннее сопротивление, но, скорее всего, оно возникает из того, что мне хочется уйти в сферу истории, которые я постоянно читаю, и которые мне нравятся. Еще недавно был очень забавный момент. Меня очень долбануло тревожностью из-за усталости. И в 6 часов утра я пила чай и читала по наехавшему, наверное, Абгарян. Эта книга читается как сборник анекдотов категории Б. Она местами грубая, она с матюками, она с вагоном стереотипов о 90-х, таких иронично переосмысленных. И мне было так хорошо от нее, что я спокойно заснула примерно через 20% в маленькой книжке. Вот такие дела. В общем, в комментариях пишите, был ли у вас опыт библиотерапии осознанный или внезапный для вас. Увидимся в следующих видео. Буду снимать для вас худшие книги прошлого года, буду снимать про Чарскую, прочитанное и еще всякие интересные моменты. Всем пока!